В Европе готовятся нанести серьезный удар по реализации перспективного газового проекта России. Европейские политики, настроенные агрессивно в отношении России и ее перспективных газовых проектов в данном регионе страны, пошли на последний решительный шаг для обуздания Северного потока-2. Так, экономические враги РФ, в ряды которых можно записать Польшу, страны Прибалтики и ряд восточноевропейских государств, которые могут лишиться огромных средств за газовый транзит в результате прокладки нового морского российского газопровода в центральной страны ЕС, готовит последний шаг на пути к победе над российским проектом. Еврокомиссия, ЕК, уже на этой неделе может подать на рассмотрение поправки в газовую директиву ЕС, которые коснутся правил строительства и работы морских газовых магистралей на территории Евросоюза. Так, представитель ЕК Маргаритис Хинас предупредил, что в случае успеха противников российского проекта новые нормы могут быть введены уже в следующем году. В итоге в Европе можно наблюдать готовность противников Северного потока-2 по его обузданию, для чего планируется на директивном уровне подвести ход его исполнения и работу под внутренние правила ЕС. В свете новых изменений ЕК пытается добиться исполнения условия транспарентности работы всех морских газопроводов, которые входят в Евросоюз даже с территории третьих стран. Ожидается, что Еврокомиссия примет меры, по которым всю газовые трубопроводы, входящие на европейский международный газовый рынок, должны будут соответствовать правилам ЕС, проиллюстрировал ситуацию с Хинас. Подобным образом, еврокомиссары пытаются добиться доступности российского Северного потока-2 не только для Германии, где предусматривается точка его ввода в ЕС, но и для операторов других стран. Хотя немцы сейчас продолжают лоббировать свои интересы, поддерживая реализацию перспективного проекта РФ. Но в свете новой инициативы ЕК становится не вполне ясно, чем может закончиться это противоборство. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.